Друзья, мы на выходных записали очень хороший выпуск со Львова. Во Львове я бегал с самим Андреем Ивановичем Садовым. Ему было тяжело, но он мне пообещал тренироваться и готовиться к весенней десятке. Мы не успеваем его смонтировать на баблок сегодняшний, поэтому мы решили поменять местами пятничный выпуск с подбором кроссовок, а в пятницу вы увидите спецвыпуск с моим визитом во Львов с Садовым. Поэтому приятного просмотра, извините еще раз, что так получилось. Мы сегодня пришли в специальную лабораторию бега, называется Run Lab. Ребята заморочились на тему, какие кроссовки лучше подбирать для бега. Обратились за помощью начинающему блогеру, это Роман. Он сказал, что он придет на смену бегущему банкиру. Посмотрим в добрый путь, Рома, а пока в хороших магазинах всегда есть вот такой вот станок, который позволяет определить и тип стопы, и размер. То есть идеально, когда он 180 градусов? Да, да. Кроссовки должны быть чуть-чуть больше, чем нужно. Мне прям он нравится, красные кроссовки, какой дизайн. Вы спросите, не дешевле ли покупать где-то за границей? Можем поставить челлендж, например, если Рома похудеет... Килограмм на 10 к Новому году, то я куплю всей семье по паре кроссовок. 81 должен весить. 7 недель, 7 недель, 71 килограмм. Мы сегодня пришли в специальную лабораторию бега. Называется Run Lab. Проект немножко мультиплицирован в Украине, в России. Честно говоря, подобных вещей в Европе я не видел. Но знаю, что корни этого проекта вообще находятся в Австралии. Ребята заморочились на тему, какие кроссовки лучше подбирать для бега. Для этого у них есть дорожка, и мы можем померять любую пару кроссовок, снять крупным планом наш стиль бега и определить, какие кроссовки больше вам подходят. Почему я прихожу в Run Lab и почему я люблю? Первая причина – здесь хороший выбор. Здесь есть и новые модели, здесь есть стоки, на которые они дают большие скидки. Вторая причина – здесь продается много всего, в том числе и одежды. У меня здесь неплохая скидка, которую я готов с вами поделиться. Это третья причина. В этом магазине можно подобрать кроссовки под любую ногу, под любую, вот безусловно. Сейчас я расскажу вам, какие нужны кроссовки для бега на каждый день. И вторым номером мы выберем кроссовки, которые будут больше подходить под снег, дождь и всякую такую погоду. Первое, на что я смотрю – это на дизайн. Кроссовки должны давать вам эстетическое удовольствие от их использования. Плюс у меня есть внутренние предпочтения – это три бренда. Asics, New Balance, меньше Adidas и зимой я бегаю в Ньютоне. Если говорить о 50% тренировок моих, то это, конечно, Asics. Обратились за помощью к начинающему блогеру – это Роман Веременько. Да, абсолютно верно. Он сказал, что он придет на смену бегущему банкиру. Посмотрим. Добрый путь, Рома. А пока он нам будет немножко рассказывать по поводу подносить кроссовки, одевать. Пока буду только в роли Санчо Панса. В определении, какие кроссовки вам подходят, очень важно определить точно ваш размер и тип вашей стопы. Вот в хороших магазинах всегда есть вот такой вот станок, который позволяет определить и тип стопы, и размер. Кроссовки должны быть чуть-чуть больше, чем нужно. Еще важный момент. Запомните, какой у вас размер кроссовок, которые будут вам подходить идеально. И запомните их в сантиметрах. Потому что держать в голове разные размеры, потому что в UK они одни, в Америке другие, у New Balance одни, у Asics другие, у Nike третий. И европейский размер один, восточный другой. Лучше всего запомнить в сантиметрах. Вот я знаю, что у меня кроссовки 28,5 см. Соответственно, я не знаю, 9,5, 10, 11. Я не держу этого в голове, потому что у всех разная маркировка. 42, я сейчас буду бежать на тестовой дорожке. Это специальный софт, который ребята в свое время купили и адаптировали под лабораторию бега. Потом открыли вторую лабораторию бега. Я считаю, что если вы начинаете бегать, то вам лучше сделать это. Я это делаю исключительно для вас, для того, чтобы утвердиться в своих ощущениях. Я знаю, какие мне кроссовки нужны и зачем они мне нужны. На этом видео мы видим, мы выставили углы. И видим, что у нас есть допустимый диапазон от 180 до 190. Это считается нормальным, естественной постановкой стопы, где поддержка не нужна. То есть, если угол куда-то уходит либо ниже 180, либо выше 190, там применяются кроссовки с специальной поддержкой внутренней части. Многие бренды ее обозначают либо цветом. То есть, эта часть, она более тверже. Соответственно, она позволяет ноги с такого положения выровнять в нормальное положение и дать толчку естественную. Более естественную. Да, более естественную. Соответственно, чтобы ось не сдвигалась. Вот не было как бы завала внутрь колена и, соответственно, нижних хрящевых. А этот угол, это угол чего? Смотри. 180 градусов это откуда? Это угол. Это вот этот вот разворот? Смотри, это угол от нижней части икры до твоего сустава. Вот кость здесь, да? И от крепления пятки. Там есть такая типа мышца, да? Внутри она фасция называется. То есть, вот эта часть внутренняя, где кость. Соответственно... То есть, это вот этот угол, да? То есть, идеально, когда он 180 градусов? Да. Ну, это диапазон. Не идеально 180. От 180 до 190. То есть, это как бы диапазон, который как бы позволяет тебе не смещать вот эту ось. Многие из вас спросят, почему здесь два разных угла. 181,7, 182,1. У всех людей разные ноги, да? Вот я знаю, я когда-то делал тест, и у меня оказалось, что одна нога на 4 мм длиннее второй. Потом у нас у всех есть физиологические особенности, в том числе наследственные. Наследственные приобретенные. For example, то есть, если вы обратили внимание, то зачастую наши походки похожи на наших родителей. Это раз. Вот у меня там двое старших детей бегают так, как я, с расставленными коленями. Это генетика. Вторая штука, которая есть, это приобретенная. Например, вы сидели 20 лет на стуле, глубоко дышали, а потом вы решили бегать. У вас за 20 лет испортилась ваша физиологическая постановка стопы. Или она изменилась существенно. Соответственно, бег ее будет назад отматывать в естественное состояние. Считается, что дети идеально бегают. В 5 лет вот все дети идеально бегают. Идеально. Ну, за редким исключением, когда есть патологии какие-то врожденные, когда там это... Ну, а потом мы начинаем портить эту технику бега сиденьем, компьютером, книгами, там, неподвижным образом жизни и так далее. Дина Флай. Дина Флай я покупал перед этим две модели. Это уже вышла третья модель осенняя со светоотражением. У меня перед этим еще было две. Одна с оранжевой подошвой, вторая с синей. Характерны кроссовки, когда одеваешь первый раз, просто фантастические ощущения. Я себе прям представлял, что я какой-то как черная пантера. Ну, минус у них один. Однажды я попал в сильный дождь. Ну, вот такой, сильный-сильный. И получилось так, что они настолько раскисли, что потом, когда они высохли, они так и не приобрели нормальной формы. И остались такими какими-то раскоряками. Ну, правда, я перед этим пробежал, у них километров, наверное, 300, а может 200. Но и теперь они у меня служат для прогулок в лесу. И мне не жалко, что это были, ну, как бы не новые кроссовки. Да, и учитесь правильно завязывать шнурки. Вот если есть привычка правильно завязывать шнурки, надо вот эти все сопли взять и спрятать. Сейчас вставил в правую ногу специальную стельку модную, израильскую, с гелем и со всякими штуками. Если говорить об Асиксе, то ногу лучше держит Асикс. Еще ощущение, что у этого внутри места больше, чем у этого при одинаковом размере. Да, может быть, индивидуальность брендов. А знаешь, почему так происходит? Я из своего опыта, восточные бренды, такие как Мизуно Асикс, у них совсем другая колодка. Она уже и немного длиннее. У западных брендов, американских, не Бэланс, Сокони, а на шире, Найк, соответственно. Вот совсем другая колодка. Почему столько много мы брендов собираем в одной точке? Для того, что индивидуальные стопы у каждого разные. Мне прямо нравится. Смотри, красные кроссовки, какой дизайн. Просто супер. Смотри, что в этих кроссовках круто сделали. Они верхнюю часть, вот кроссовка, сделали повыше, соответственно, чтобы обхват был лучше. И сделали ее чулком. То есть, этот кроссовок будет как вторая кожа. Смотри, последний, вот Найк. Это как раз для осени. Проклеенный, вершилдовый. И тебе очень понравится. Я заметил, что ты вот прям по-своему как-то закручиваешь шнурки, запихиваешь их туда-то. Найк это уже предусмотрел специальной шнуровкой с затяжкой. Полезная опция, кстати, прорезиненный H2O. Иногда на кроссовках можно увидеть такой H2O перечеркнутый индекс. Вообще, зимние кроссовки у меня Ньютон. И я бегаю в этом Ньютоне уже, наверное, года три. Третья пара. Но, конечно, никогда не говори никогда. Можно попробовать и Найк. 160 долларов New Balance, который на мне. Вот этот Найк, который мне понравился, 177 долларов. Асикс, который мне понравился больше всего, 204 долларов. И Найк, который у меня есть, который мне подарили на день рождения, 160 долларов. Это нейтив цена без скидок. Теперь на Силконе. Силконе тоже 160 долларов. Сейчас на них акция, соответственно, минус 20% вы с них скинули. По моему промо-коду человек приходит, говорит, бегущий банкир, вы ему делаете 20% скидку на все. 20% от первой цены. Да, от первой цены. Вот первой цены. Соответственно, Асикс у вас получится тот, который мне нравится. 204 минус 20% получается 160 тоже долларов. Я бы, честно говоря, после всех вот этих всех, исходя из цена-качества, взял бы Найк. Впереди зима и нужны будут новые кроссовки. Новые, потому что, возможно, погодные условия будут ухудшаться. Будет идти дождь или мокрый снег. А может выпать вообще снег и вам придется бегать по снегу. Поэтому ребята заморочились по этому поводу и привезли несколько разных кроссовок. Я уже показывал Найк, в котором я бегал, который с H2O верхом. Это значит, что если вы бежите в таких кроссовках длительный кросс и снег попадает прямо наверх, то он не сразу проникает. Вы все равно прибежите, у вас будут мокрые ноги. Но они будут гораздо суше, чем если вы будете бежать вот в таких кроссовках. Потому что здесь просто будет снег падать прямо вам на пальцы. Но есть более высокоуровневые, такие как вот здесь вибрамовская подошва, Arctic Grip. Мы дадим тебе вот на тест эту модель именно на зиму и ты проверишь. То есть она позволяет вот ноге оставаться на земле и не проскальзывать. Вот это железяка будет работать. Железяка. Вот если выпало много снега, вот это будет точно работать. Это для того, чтобы бежать по глубокому снегу. Не знаю, надо пробовать, не могу ничего сказать, наверное. Но вы должны понимать, что скорости в них будет меньше, комфорта такого тактильного будет меньше. Они будут тяжелее, но они позволят вам бегать по улице outside. По улице бегать, по снегу, в любую погоду, в любую. И это лучше, чем бегать по дорожке. Потому что по дорожке вы морально пробежать час. Надо быть либо морально устойчивым представителем Генеральной прокуратуры, либо преподавателем психбольницы. Ну, то есть две профессии выдерживают часовой бег по дорожке. В кроссовках важно три детали. Три детали. Первая деталь, которая является самой важной при покупке кроссовок, это насколько они вам нравятся внешне. То есть дизайн является определяющим. Всегда кроссовки для бега были минималистичны по поводу дизайна. Но сейчас конкуренция толкает производителей к тому, что они должны быть не только технологичны, но и красивы. Вторая вещь. Они должны вам подходить по вашей супинации. По вашей... По вашей... Пронации. Пронации, по стопе. И третья категория. Это на самом деле цена. Потому что цена всегда является значимой для... Кроссовки стоят самые недорогие стоковые, наверное, долларов 70 или даже 50. И самые дорогие из последних линий, которые только-только приехали, модели 2019 года, наверное, будут стоить порядка 210 долларов. Наверное, вот так. Вы спросите, не дешевле ли покупать где-то за границей? Иногда дешевле. Там более такая гибкая система скидок. Там только заканчивается сезон, они сразу делают дисконты, дисконты, дисконты. И особенно, наверное, дешево можно купить на больших спортивных ивентах. В стоковых магазинах, где они продаются просто тонами. В большом мешке. Кроссовки ничем не отличаются. Вы можете купить трехлетние кроссовки, модель трех-четырех лет ранее. Но вы их купите, например, за 20 долларов. Но это если упираться в цену. Но это элемент моды. И вы должны понимать, что если вы бегаете в таких кроссовках, то это такой даже что ли элемент реализации в беговом комьюнити. Особенно, если вы ходите в какие-то клубы, входите в беговые комьюнити, где вы проводите много времени. Я считаю, что цена-качество важный фактор. Поэтому из всех сегодняшних кроссовок я выберу New Balance. Потому что они легкие, удобные. И как показывают приборы, они мне больше всего подходят с точки зрения влияния на мою стопу, на мою ногу. Знаете, почему не надо бегать на дорожке? Потому что вы просто подпрыгиваете, а дорожка под вами прокручивается. Вы ее не толкаете. Поэтому на дорожке бежать легче процентов на 20-25, чем по асфальту. Вы просто, вот если вы посмотрите на биофизику бега, то я просто подпрыгиваю, а дорожка-то сама крутится под вами. Точно так же и велотренажер, который находится в зале для сайклинга. Вы его раскрутили, он сам крутится. Вы только подкручиваете. А это нереальный велосипед. То есть мышцы группы, там примерно все те же работают, но принципиально эффективность другая. У меня был один приятель, который пришел и сказал, я могу бежать по 4 минуты. Потом мы вышли с ним бежать на тренировку. Я бежал в вечернюю тренировку по 4.30, а он умирал и перестал разговаривать после 800 метров, после того, как мы начали бежать. Просто перестал разговаривать, потому что у него был пульс 180. Когда он прибежал, он сказал, я раньше всем уговорил, что я бегаю. Я понял, что я теперь больше говорить этого никому не буду. Начинающему человеку всегда рекомендую выйти, пробежать легко, свободно, 20 минут, так, чтобы не останавливаться, не переходить на шаг, не умирать. И показателем свободного бега является то, что вы можете разговаривать во время бега. Есть такой тезис, что если вы начали потеть, значит разминка у вас уже закончилась. Что не надо делать? Первое, не надо расставлять ноги, не надо сильно одеваться, не надо наоборот бежать голым. Лучше делать через день хотя бы неделю, хотя бы неделю. Если вам сильно тянет, то потом через неделю можно перейти на два дня бегаем, один день отдыхаем, но тоже в режиме 20-30 минут. И можно делать, если сильно будет хотеться, то можно брать и бежать чуть подольше, около часа, один раз в неделю. Это будет воскресенье, когда вы ничем не обременены. Можете взять и пробежать спокойненько часок для того, чтобы и поднабежать к концу надо, к концу. То есть как можно мягче начать и поднабежать к концу. Ни в коем случае нельзя сначала бежать быстро, а потом бежать медленно или потом переходить на шаг. Говорить, ой, я там умираю, я там не могу дойти. Это Роман, новый блогер. Вы сейчас подпишитесь на его инстаграм, он станет выкладывать через день новые видосы про кроссовки, как самый главный опинион лидер. Заодно скинет мамон, который он сейчас подтянул, втянул в себя, но он у него есть, и скрывать он не станет. Если поставить сейчас Рому на весы, то покажет, что 25% жира, несмотря на то, что Роме всего 30 лет, даже меньше, 28 лет. А это последний возраст максимального уровня тестостерона. Поэтому, поэтому, пишите вопросы, комментарии. Можем поставить челлендж, например, если Рома похудеет килограмм на 10 к Новому году, то я приду и куплю всей семье по паре кроссовок. Как вам, ребята? Давайте в комментариях пишите, да-да. Хорошо, давай. Все. Взвешиваемся. 81 должен весить. 7 недель, 7 недель, 71 килограмм. Вот, что я делаю с людьми. Плюс за Рому, минус за меня. Нет, лучше плюс за меня, а минус за Рому. Плюс за то, что... Я говорю, что не похудеет. Это был обзор кроссовок перед зимним сезоном 2019 года на канале Бегущий Банкир. Я вам показал, какие кроссовки есть и как их нужно выбирать. Кому понравилось, ставьте палец, подписывайте своих друзей и пишите вопросы в комментарии. А если кто-то захочет купить, приходите в RunLab и вам сделают по хэштегу Бегущий Банкир, карта всегда моя здесь, скидку 20%. Оставайтесь с нами, будьте лучше, здоровее, светлее, легче. Ну и красивее. Субтитры сделал DimaTorzok